Жизнь всех политических заключенных в России под угрозой. Это показала недавняя смерть оппозиционера Алексея Навального. По мнению аналитиков, режим рассчитывает на то, что это окажет сдерживающее действие на любую политическую оппозицию. Тем более, что по всей России начались массовые задержания людей, которые создавали стихийные мемориалы в память о Навальном. Или просто возлагали цветы к памятникам жертвам политических репрессий. Правозащитники говорят, диктаторский режим Путина подавляет любую оппозицию, чтобы посеять страх среди россиян удержаться у власти любой ценой. Что ждет Россию без Навального в следующем материале. Алексей Навальный в течение многих лет был одним из ведущих критиков Кремля и символом надежды на перемены. И имел все шансы стать президентом России. Его смерть стала частью трагического сценария. На фоне формальных президентских выборов, сообщает фонд «Свободная Россия». Теперь это наглядный урок для всех, кто думал о том, чтобы противостоять Путину, считают эксперты. Из этого можно будет извлечь уроки. И, конечно, это окажет сдерживающее действие на любую политическую оппозицию центральной власти. По мнению аналитиков, в России на данный момент нет существенного оппозиционного движения, как нет и оппозиционного движения за пределами России, которое действительно может влиять на события в стране. Самая большая проблема, от которой годами страдает российская оппозиция, заключается в том, что она никак не может начать с координированное движение к понятной цели. Если бы смерть Алексея смогла подтолкнуть российских оппозиционеров в эту сторону, это было бы невероятно важно. Но, если честно, я сильно удивлюсь, если это всё же произойдёт. Может быть, его смерть заставит оппозицию сплотиться? Грэм Робертсон, политолог, в интервью изданию «Медуза». Кремль своими действиями максимально демонстрирует. Инакомысля в России быть не может, говорят эксперты. Доказательство этому – ряд политических убийств за последние годы и массовые преследования неугодных. «Это показывает, что приговор в России сейчас для оппозиции – это не просто тюремное заключение, а смерть. Я думаю, это также показывает, что Россия сейчас как бы бросает вызов Западу». Однако смерть Алексея Навального может способствовать объединению оппозиции, считают правозащитники, если её представители смогут консолидировать свои усилия и отбросить те разногласия или амбиции, которые у них могли появляться при спокойном течении жизни. «Я не думаю, что российская оппозиция сможет создать подобного лидера прямо сейчас. Мы можем только надеяться, что команда Навального и, возможно, его жена подхватит знамя и попытается сохранить то влияние, которое они имеют на многих россиян и влияние, которое они имеют на многие западные институты. Заставит ли это их пополнить ряды других российских оппозиционеров, я в этом сомневаюсь. Но я точно надеюсь на это». Мнение экспертов на данный момент сходится в том, что оппозиционеры сейчас не могут объединиться вокруг какого-то политика просто потому, что теперь он лидер. Такая фигура должна возникнуть естественным образом, так же, как это было с Навальным. Но пока среди российских политиков такого человека политологи и аналитики не видят. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова